Салам алейкум, Дагестан! А прежде чем мы начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить информационную поддержку телеканал РГВК, а также еженедельник «Свободная республика». «Свободная республика» – газета для думающих людей. Глава Дагестана Владимир Васильев 9 сентября провел совет при главе Республики Дагестан по развитию градостроительства и архитектуры в республике. Были обсуждены реализация пилотного проекта по развитию малоэтажной застройки в Республике Дагестан совместно с Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также два масштабных проекта комплексной застройки. Новости тут дополнил предложением к обсуждению Низамы Брагимов. Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан Назир Гусейнов отметил, что в Дагестане строительство индивидуального малоэтажного жилья ведется хаотично, без какого-либо планирования инфраструктуры, социальных объектов. Кроме того, зачастую подключение к коммуникациям и водоотведения проводится по серым схемам. Как он сказал, но улица на территориях малоэтажного строительства может выглядеть как город, причем с архитектурной привязкой к своему городу, к примеру, Махачкала, Дербент, Каспийск и так далее, а не как типичный загородный поселок. Уличный фронт на таких территориях будет развиваться органично и компактно, с включением туда магазинов, школы, детского сада и других объектов. Причем добраться до них можно будет пешком. Кроме того, на этих территориях будет соблюдаться качество строительства, а также прозрачность подключения газа, воды, электричества, канализации и так далее, выразил уверенность Гусейнов. На это глава Дагестана в целом инициативу назвал хорошей и своевременно, а также заявил, что ее можно рассмотреть и поподробнее. Пользовательница социальных сетей Султанат Серажудинова продолжила цитировать информацию с этого мероприятия. Генеральный директор ООО группы компании «Каспий Композит» Казбек Кандауров представил внимание участников совещания проект предлагаемой застройки территории завода стекловолокна. По словам выступающего, в Дагестане такого подхода к строительству жилого сектора еще не было. В этом образцовом микрорайоне мы планируем построить не только дома, но еще за свой счет школу на 340 мест и детский сад на 105 мест. Мы хотим сломать представление, что территорию надо максимально застраивать домами так, что не остается места для детской и спортивной площадки, но и элементарно для парковки. Из чуть более 9 гектаров непосредственно под застройку идет только почти 4 гектара, получается примерно 42%. На оставшейся территории 1,5 гектара отводится под школу и 0,5 гектаров на детский сад. А еще 3,5 гектара – это улично-дорожные сети, скверы, автостоянки, спортивные, детские площадки и так далее. Этот проект позволит также создать дополнительно рабочие места, проинформировал Казбек Кандауров. Написал пользователь Гасан Насрудинов. Во время обсуждения проекта высказывались разные точки зрения на его реализацию. В частности, мэр Махачкылы Салман Дадеев заявил, что нужно тщательно просчитать все заявленные цифры и сверить их с нормативами. В свою очередь, заместитель председателя правительства Республики Дагестан Инсав Хайрулин и председатель комитета по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан Низир Гусейнов более позитивно высказались в адрес проекта, назвав его современным и примером комплексного подхода в строительстве, когда уделяется внимание комфортной социальной и городской среде, а не только максимальному количеству квартир. Делится информация на рулах Курбанов. Резюмирая все вышесказанное, Владимир Васильев назвал проект в целом заслуживающим внимания, но заявил, что для более предметного разговора необходимо, чтобы все стороны еще раз обсудили возникающие вопросы и поработали над их решением. В завершении заседания был представлен проект строительства экспозиционного центра в Махачкале. Инвестор, генеральный директор ИТЦ «Горные ресурсы» Азиз Магмед Мерзаев заявил, что это будет деловой, научно-образовательный и культурно-просветительский комплекс. Написала о том, что узнала Зульмира Аминова. Располагаться он будет напротив стадиона имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Все сооружения будут объединены ботаническим садом не более 2000 видов растений, а под комплексом запланирована подземная парковка на 350 мест. Во время проектирования мы учитывали мировой опыт, а также тщательно изучили реализацию парка «Зарядье» в Москве. В прошлом году агентством стратегических инициатив был объявлен общероссийский конкурс для проектов общественных пространств. Мы оказались единственными представителями Северного Кавказа в финале конкурса. За нас проголосовало более 8000 дагестанцев, и мы заняли второе место, немного уступив победителю. Отмечу, что одной из составляющих проекта будут искусственные террасы с самым высоким в России водопадом высотой 20 метров. Также предполагаем, что центр станет знаковым туристическим объектом, сказал в частности Азиз Магомед Мерзаев. Пишет пользователь Алибек Аббасов. В ходе дальнейшего обсуждения было отмечено, что земля, где планируется построить экспоцентр, государственная, и необходимо тщательно оформить с заинтересованными министерствами и ведомствами все документы. При этом, в целом, участники заседания инициативу полностью поддержали. В принципе, концептуально все очень хорошо. Место, тематика, во всех отношениях восстойный бизнес, и мы его поддерживаем. Но эти плюсы не отменяют технологическую рутину, заключил глава Дагестана. По мнению Нажмудина Джамалудинова, ситуация выглядит таким образом. В завершении мероприятия Низир Гусейнов провел для главы Дагестана презентацию ряда основных градостроительных решений по благоустройству и развитию общественных территорий. На макетах были размещены основные позиции таких проектов, как реконструкция проспекта имени имама Шамиля, концептуальные решения общественного пространства набережной в редукторном поселке, городской площади в Дербенте, парка Озера Акгель, благоустройство Ильтавского леса, парка Олимпийский в Кизелюрте, Дагестанской государственной филармонии имени Мурадова. Не остался в стороне от диалога и ислам гамзатов. Как жаль, что этот проект не появился лет 15 назад, когда Махачкалу еще можно было спасти от парварской застройки. При этом остается открытым вопрос о том, что делать с той незаконной постройкой, что уже есть. И еще очень важно не позволять строиться тем, кто думает, что будет делать это под покровом темноты, а потом узаконить незаконное. Интересной также показалась точка зрения ислама Курбан Магомедова. Архитектура в Махачкале это очень больной вопрос. И каждое такое мероприятие это повод поговорить о том, на каком уровне у нас находится строительный вопрос сейчас. Если им интересуется глава республики, значит есть надежда на то, что старые ошибки повторяться не будут, и Махачкала потихоньку начнет преображаться. В минувшие выходные махачкалинские мусорки снова оказались переполненными. Комплекс проблем управляющей компанией помешал вывозу мусора в Махачкале. Почему так произошло и что по этому поводу писали пользователи социальных сетей, предположить было нетрудно. Внимание на экран. Пользователь Нариман Мусаев написал следующее. Проблемы с вывозом мусора в Махачкале, возникшие в последние дни, связаны с комплексом причин. В ближайшие дни вопрос будет решен. Накануне уже начали вывоз коммунальных отходов, сообщил представитель по связям с общественностью, управляющей компанией лидер Магомед Магомедов. И главной причиной в этом комплексе проблем была названа неуплата услуги за вывоз мусора. Пишет активная участница социальных сетей Зулейха Шабанова. Основная проблема – это слабая собираемость средств населения Махачкалы. Практически жители пригорода не хотят платить за вывоз мусора. В Ленинкинте, Шамхал, Термине, Тюбе очень слабая собираемость. Приходится за счет тех денег, которые мы собрали, убирать везде. Со вчерашнего дня город начали убирать, рассказал Магомед Магомедов. По его словам, если бы за вывоз мусора платили все горожане, этих денег хватило бы компании не только на сбор, сортировку и утилизацию отходов, но и на мытье всех контейнерных площадок после уборки. Пользователь Исмаил Идрисов по этому поводу тоже написал свое мнение. Основная проблема – это слабая собираемость средств населения Махачкалы. Практически жители пригорода не хотят платить за вывоз мусора. В Ленинкинте, Шамхал, Термине, Тюбе очень слабая собираемость. Приходится за счет тех денег, которые собирают в городе, убирать везде. Вроде как с воскресенья город начали убирать, рассказал Магомед Магомедов. По его словам, если бы за вывоз мусора платили все горожане, этих денег хватило бы компании не только на сбор, сортировку и утилизацию отходов, но и на мытье всех контейнерных площадок после уборок. Эту же тему продолжил пользователь под ником Гаджи Османов. Среди других проблем, которые повлияли на регулярный вывоз мусора, он назвал смену руководства компании и переезд в другой офис. В связи с чем заявки могли не приниматься о том, где что-то не убрали, такие моменты тоже были. Актуальный вопрос у горожан – почему убрали из контейнера, а то, что на земле, не убрали? У нас первая машина приезжает и убирает содержимое баков, а за тем, что осталось на земле, приезжает вторая машина. Это двухэтапный процесс, пояснил тот же Магомед Магомедов. Своё мнение написал и Тимур Варисов. До каких пор, дорогие мои друзья, это будет продолжать? Наш город превратился в мусорную свалку. Я не знаю, на этом месте 3-4 месяца назад был контейнер для мусора. А сейчас его или украли, или что? Власти, вы где? Приведите в порядок город, а потом увольняйте всех, кто делает этот беспорядок. Написал своё мнение заседатый социальных сетей Рустам Абдурахманов. Опять-таки, в этом вина чиновников. Организация по сбору и вывозке мусора просто отвратительная. Плюс, мусорки сделаны без учёта климата махи, сильных ветров. Нужны мусорки с крышками и люком. Я был почти во всех крупных городах страны. И скажу так, сделайте такую организацию по утилизации мусора в любом городе, и он замусорится не хуже Махачкалы. Да, есть хайваны, которые кидают мусор где попало, но такие есть везде. Но что делать обычному горожанину, когда он приносит пакет с мусором, а там мусора больше по объёму, чем сама мусорка? Конечно, он положит рядом пакет, который потом буйным махачкалинским ветром раскидает по всей улице. Пользователь Абдул-Хаким Османов написал по этому поводу следующее. Люди, вы о чём пишете? Не было власти в республике десятки лет, и вы жили среди хлама. Ни один не написал и не сказал ни одному бывшему президенту республики о происходящем. А теперь вы обращаетесь к главе республики на ты, как соседу по квартире, и хотите, чтобы он за два года очистил вам ваши города от мусора, который копился десятилетиями. Вы в своём уме? Легко рассуждать, сидя на диване. Лучше бы вышли с сёлами и городами и очистили свою родину. Не оставься в стороне от дискуссии и юзер Малик Малаев. Тема вывоза мусора из Махачкалы острая и неприятная, как шила в стуле. Даже в припадке оптимизма, когда вдруг без причинно хочется восхищаться родным городом, взгляд всё равно упирается в гниющие отбросы. И вот, кажется, тема получила новое развитие. Пользовательница Рагима от Гусейнова подвела итоги этого обсуждения. Почему только сегодня каждый день можно наблюдать такую картину? Мусор вовремя не вывозят. Продавцы и жители выставляют вечером мусор, а машины подъезжают к обеду. Хотя уже в 5 утра всё должно быть чисто. Да и с этой компанией лидер не всё понятно. Они как по заказу должны раз в полгода создать мусорный коллапс, а потом рассказывают нам о своих проблемах. Когда кто-то из наших земляков оказывается фигурантом криминальных историй в Москве или Санкт-Петербурге, это всегда вызывает пристальное внимание пользователей социальных сетей. Но когда им оказывается сын депутата Государственной Думы, избивший работника ФСБ, это просто взрыв комментариев. Внимание на экран. Дорогомиловский суд Москвы арестовал сына депутата Госдумы Мурата Гаджиева, Абдулгамида Гаджиева по обвинению в избиении из хулиганских побуждений. Об этом 11 сентября сообщила РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Гаджиеву Абдулгамиду Мурадовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 октября. Можно себе представить, что там на самом деле произошло, если дело приняло такой оборот. Гаджиеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений». Ей отвечает завсегатый виртуальных дебрей Даниял Мамедов. Как стало известно, Абдулгамид Гаджиев будет содержаться в СИЗО до 24 октября. Ему вменяется преступление по статье 112 Уголовного кодекса России «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений». Отец арестованного является депутатом Государственной думы от Дагестана Мурат Гаджиев. Он входит во фракцию «Единая Россия». Но это не в первый раз, когда дети высших чиновников ведут себя не совсем правильно. Я бы не стал делать акцент на семье именно этого молодого человека. Не остался в стороне дискуссии и Абдулла Гаджиев. Говорят, что этот молодой человек с друзьями в Москве избивал прохожих, затаскивал силой девушек машины, обзывая при этом русскими свиньями и тому подобное. ФСБшников разозлил он не на шутку. Потому они и закрыли его. И никакой залог не помог в том, чтобы освободить Абдулгамида. Я думаю, что сама статья говорит о том, за что его задержали. И не нужно здесь усматривать какой-то заговор против этой семьи. Этот парень просто должен ответить за то, что сам творил. И все. Гаджимурат Джарасов по этому поводу написал следующее. «Сейчас я не понимаю, зачем поднимать весь этот шум. Мурат Гаджиев является депутатом Госдумы с 2011 года. Он входит в Комитет по транспорту и строительству. Хозяин Дербентского конечного комбината, многих территорий Дербента, бывший депутат Народного собрания Дагестана. Сын известного профсоюзного лидера Станислава Гаджиева. Зачем сейчас к этой теме столько внимания? Читаешь и удивляешься тому, какие у нас злые люди. Поделился своим мнением и Арсен Мугат. А почему им не быть злыми? Это семейство лопается от денег. Но я не видел, чтобы Гаджиев кому-то особенно помогал или поддерживал благотворительные проекты. Лично у меня всегда вызывают вопросы люди, которые обладают большими состояниями, но никогда никому не помогают. И вообще, кто, что хорошего слышал про Мурата Гаджиева? Пожалуйста, напишите сюда. А вот у Уммы Магомедовой тоже своя точка зрения. Не хочу проявлять какую-то язвительность, но это семейство никогда даже не притворялось добреньким. Они всегда смотрели на людей свысока. На самом деле, сейчас очень мало тех, кто им сочувствует. Даже Мусим Мусаева, когда с его сыном Бадрудином случилась эта неприятность, хоть кто-то это сочувствовал. С Муратом Гаджиевым ничего этого нет. Как он все эти годы попадал в Государственную Думу, для меня большой вопрос. На что ответил Бадрудин Гебатов. Что отцы, что сыновья принесли своей родине ноль. Ну, если рассматривать их личности с точки зрения пользы для малой родины. Кроме того, что здесь урвали и на западе потратили. Что полезного ими сделано. Поэтому даже не понимаю, как можно связывать будущее Дагестана с их судьбой. А он еще и в Госдуме сидит. А с другой стороны, семейство проживает все время на Мальте. Почему бы иногда не оставить добрый след на своей родине? Неудивительно, что и сын его не отличается добрым нравом и уважительностью по отношению к простым согражданам. Деньги-то у них есть. Но хотя бы какое-то доброе дело было бы, чтобы сейчас вспомнить. Башир Исмаев написал следующее. Если у них есть деньги, это значит, их нужно теперь ненавидеть, что ли? Или если они богатые, то они должны раздавать свои деньги разным галадранцам? Что за логика у вас большевистская? И вообще, много в Дагестане богатых людей, которые занимались бы активной боготворительностью. Почему все шишки сейчас должны лететь на Мурада Гаджиева? Если Абдулгамид виноват, пусть он и отвечает. Этот парень вроде совершеннолетний. Итог дискуссии резюмировал пользователь Аксакал. Когда мы оцениваем богатых людей, у нас перед глазами стоит пример вполне конкретных товарищей. Один из первых решил не оставлять своим детям все свое состояние. Это сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Он отправил свои деньги на благотворительность. Второй самый богатый человек в мире посчитал, что большие деньги не пойдут на пользу его чадам. Это Дженнифер Катарин. Уоррен Баффет отдал большую часть своего состояния тоже на благотворительность. В 2010 году Баффет сделал самый щедрый единовременный взнос в истории. Он отдал 50% своего капитала на благотворительность в рамках филантропической кампании Клятвы Дарения. Эту кампанию он запустил вместе с Биллом Гейтсом. Позже в акции приняли участие и многие другие миллиардеры, тем самым пообещав перечислять огромные суммы на благо своей страны и мира. И есть еще тьма примеров, когда богатые люди помогали своей стране. А теперь скажите мне хоть один добрый проект Мурада Гаджиева. Вот на этом обсуждение, я думаю, и надо прекращать. Это видео облетело социальные сети в минувшее воскресенье. Женщины, работницы кухни, сами грузят мешки с мукой. Дело было в махачкалинской школе номер 5. Женщины жаловались, что у них очень тяжелый труд и никто из молодых туда работать не идет. А работать надо. И грузчиков не дают. За первые три часа это видео набрало почти 50 тысяч просмотров. Эту новость опубликовал пользователь социальных сетей Тагира Садулаев. Все знают, что за родители у нас. Убьют и расстреляют этих бедных женщин, если они привлекут их детей. Если они только посмеют позвать на помощь этих учеников. Сейчас дети помогают взрослым очень нечасто. Посмотрела бы я на вашу реакцию, если бы ваш сын таскал мешки в школе, пишет пользователь ЦРС от Абдулаева. Мне кажется, никакому родителю это бы не понравилось. Мы детей в школу учиться отправляем, а не мешки таскать. Завсегдатый Тимур Гаджиев высказался по этому поводу. Если бы дочь заставляли, тогда ненормально смотрела бы. А сын должен быть мужчиной. Вот именно такие, как вы, защищая своих сыночков под своими юбками, не давая никому слова сказать сыну, потом кричите, что нет мужчин. Или мужчины себя недостойно ведут. Конечно, мужчин не будет, когда пошло поколение таких мамаш и папаш, которые воспитывают вместо достойного сына какую-то тряпку. И никто не говорит заставлять одного ребенка таскать тяжелый мешок. Как минимум двое или четверо один мешок таскать могут, не повредив свое здоровье. Эту тему продолжает Эльмира Муслимова. Уважаемый, так как я воспитываю сына или буду воспитывать, я лучше знаю. Если бы это была другая ситуация, другое дело, я бы рот не открыла. Даже в этой ситуации, если даже помог бы мой сын, я бы за это его не поругала и никогда не сказала бы, зачем ты это сделал. Но зная ситуацию в школах, проработав там 4 года, а именно на кухне, вот из-за этого я и говорю. Дети, вернее мальчики, помогают, да и большинство их забирают с классов, чтобы выгружали, но я считаю, это неправильно. А тем более неправильно таскать это женщину. Еще раз повторюсь, проработав 4 года, я знаю, что я говорю и почему так пишу. А насчет достоинства сыновей, из-за их мужества не беспокоюсь. С моими мужчинами все в порядке. В диалог вступил юзер Алибек Аббасов. Перестаньте воспитывать сыновей как капризных принцесс. И вокруг вас всю вашу жизнь будут только достойные мужчины, братья, мужья, сыновья, которые будут о вас заботиться до старости. Те, кого вы воспитываете, не будут беспокоиться о вас в старости, поверьте мне. С таких мелочей все и начинается. Эти мешки таскали взрослые женщины, которые готовят еду вашим сыновьям. Но им нужна помощь. И настоящий мужчина, неважно, ребенок или взрослый, всегда должен помочь. Своим мнением поделилась пользовательница Интеразизова. Вообще-то это должны были делать доставщики товара. Выгружать муку должны были бы те, кто эту муку привез. Лицей – это муниципальное учреждение, и продукты поставляются по государственным контрактам, которые заключаются с победителем аукциона. Там типовые контракты, в которых четко и ясно прописано, что доставка и выгрузка до места производится поставщиком. Я сам являюсь поставщиком в нескольких учреждениях и сами выгружаем свой товар до склада заказчика. Магомед Али Кушаев по этому поводу написал следующее. Нас по школе и лупили, и заставляли что-то таскать. И даже когда лупили нас учителя, мы боялись сказать об этом своим родителям, потому что знали, что они нас изобьют в 10 раз хуже, чем это сделали учителя. Ничего страшного не произошло. Выросли. Содержим свои семьи, где жена может сидеть дома и ни в чем не нуждаться. Мать также может свою старость провести в своем доме и будет сыта и одета. Я же вижу семьи, в которых так воспитывали своих сыновей, берегли их. Поголовно все, кого из таких семей я знаю, сидят до сих пор на шее у своих родителей. А уже взрослые парни со своими уже семьями. Но с детства привыкли находиться под полной защитой родителей. Юзер Фазил Магомедов по этому поводу тоже не стал скрывать свою позицию. Бедная женщина. До какого черта такие тяжести нужно таскать? Ну да, некуда потом идти после увольнения. Не берут после такого. Пользователь Арслан Муртазалеев также поделился своим мнением. Ну да, конечно. Это самое подходящее место для того, чтобы позвать кого-то из улицы и начать снимать видео. Типа, вот, посмотрите, женщины мешки таскают. Никто не смог им помочь донести муку до кухни. Где вся молодежь? Самим не хватает смелости подойти и попросить о помощи. Как бы вы тут не начинали нести чушь про то, что молодые бездельники. Я не говорю, что надо было так эту женщину бросить. Но проблему нужно решать, разговаривая со своим начальством. А не бежать выкладывать все в инстаграм паблики. Надо просто уважать себя и не поднимать такие мешки, отказываясь от такого труда. И выполнять строго только свою работу. Если ты повар, то повар. Грузчик – это грузчик. А продавец – это продавец, а не грузчик. С начала года на дорогах Республики Дагестан произошло 970 ДТП. Погибло 199 человек. Из них 9 детей. Ранено 1323 человека, из которых 136 – это дети. И это не война. Это так ведут себя на дороге обычные дагестанцы. На днях на улице Магмеда Гаджиева примерно в 11 часов 23-летний водитель автомобиля «Лада Калина», превысив скоростной режим, допустил наезд на переходившую дорогу на пешеходном переходе 31-летнюю девушку. После чего врезался в бетонный бордюр. Комментарии ждать себя не заставили. Пользователь Гусейный Дрисов по этому поводу написал следующее. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Водитель автомашины с полученными телесными повреждениями доставлен тоже в больницу. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая ведет сбор материала для установки всех обстоятельств произошедшего. Пишет пользователь социальных сетей Муслимат Гаджиева. Да упасет меня и вас Аллах от такого, а перед каждой пешеходкой сделайте лежачь. Даже можно по два лежачих. И пусть потом кто-то хочет вопить, что оставил там ходовую. Сами виноваты, когда наши водители поймут, что этот город, а не трасса, что скорость должна быть 40-60, но не 80-100. Тогда можно будет убирать лежачие полицейские. Продолжил разговор на эту тему Гасан Ханбагандов. Успокойтесь, в Махачкай пешеходам уже места скоро не останется ходить. И тротуары урезали. И где можно везде все позахватили и понастроили. На пешеходке невозможно дорогу перейти. Как бешеные мчатся водители и не смотрят даже на то, что пешеходу там положено перейти. А наехать на человека им ничего не стоит. Даже просто так. Просто из интереса. Более того, в последнее время заводят блоги и хвастаются тем, что лихачат на дорогах. Написала обитательница виртуальных дебрей Нуреат Мурзаева. Даже на пешеходе я боюсь переходить дорогу, пока в первом ряду все машины не остановятся. Иногда некоторые машины ездят на такой большой скорости и резко останавливаются, как будто они нам большое одолжение делают. Нет, чтобы уже издалека чуть тише ехать и не пугать людей. Но большинство нормально пропускают пешеходов. Пишет Баматхан Магомедов. А почему вы его осуждаете? Может у него дома какая-то трагедия и он домой торопился? Вы же не знаете, что у него дома произошло. Вдруг пожар, вдруг с родными что-то. Всякое бывает. Человек спешит. Не стоит это выкладывать. Считаю это неправильным. За каждую сплошную, за каждый красный свет он ответит. И без этого видео. Стукачей у нас развелось немерено. По мнению Умара Узайруева. Никого не оправдываю, но некоторые пешеходы тоже резко выбегают на зебру. В таких случаях я хоть и могу проскочить, но все равно останавливаюсь. Видимо, со стороны кажется, что я делаю одолжение. Это обсуждение дополняет юзер Камила Исмаилова. Да ладно, если он собьет вас, вы так же скажете? Ой, ничего, он сбил меня, он же спешил. Да? Да? Пусть сигналит и просит переднюю толпу на обочину хоть двинуться. Это если реально у человека ЧП. Но не как на сплошную выезжать и других подвергать опасности. Давайте, защитники наших сопляков-шумахеров, ваш выход с отмазками. Очень жаль девушку. На ее месте могла оказаться любого из нас мать, сестра, дочь. Пишет пользователь Шамиль Гамзаев. А в чем вина других, что у него дома пожар? Если у него беда, то и он еще за своей бедой невинных людей тянет в беду. Как так можно? А того, что он без нарушений поедет домой, пожар он не сможет потушить? Пользователь Тимура Скерап обозначил следующую позицию. Если посмотреть на дагестанские дороги со стороны, то можно сразу подумать, что пол Дагестана сгорело от пожара. А у остальной половины, у всех несчастье или что-то случилось. Это все глядя на то, как они ездят. Я считаю, что нужно сажать и наказывать за такие правонарушения нужно не тогда, когда они кого-то убили, а уже тогда, когда они начинают лихачить на дороге. На этот раз, готовя спортивную новость, мы обратили внимание на интересного человека. Им оказался спортсмен Макошарик Ибрагимов. А отличился он тем, что любит читать книги. Вот кто бы мог подумать, но есть и такое явление в нашем спорте. Пользователь Шамиль Рамазанов по этому поводу написал следующее. Спорт это не только упал, отжался. Это еще и дверь, которая ведет в мир литературы. В этом уверен мастер спорта по вольной борьбе Макошарик Ибрагимов. Это ему можно сказать спасибо за то, что дагестанские спортсмены перестали смотреть на йогу, как на харам. Нынче он активно выкладывает свои тренировки в инстаграме. Новое время – новый формат. Помогает профессиональным спортсменам в подготовке к соревнованиям и задает моду на чтение среди спортсменов. Эту новость дополнил Салих Салихов. Макошарик рассказывает, что сменил много работ. Был охранником, спасателем, работал в ночном клубе. Одно оставалось неизменным. Он везде читал. Свои обязанности я тоже выполнял. Не было такого, чтобы кто-то тонул. А он ему – не булькайте там, вы мешаете мне понять трагедию маленького человека. Но с работы порой все равно выгоняли. Здесь, мол, нельзя читать. Однако он заметил одну вещь. Первую неделю некоторые работники над ним посмеивались. На вторую оставляли в покое. А на третью кто-нибудь обязательно приходил с книгой. Пример оказался заразительным. Пишет пользователь Умар Хабибов. Мне понравилась одна фраза из интервью Макошарипа. Цитата. Я вернулся с соревнований. Ухо сломано. Зуб разбит. Медали достались соперникам. В общем, настроение подходящее, чтобы честно ответить на важный подростковый вопрос. За что меня могут полюбить? Как спортсмен я не очень. Внешность у меня не айс. Мне хотелось внимания, причем качественного, а не мимолетного. И я подумал. Голливудским красавчиком мне не стать. Олимпиаду не выиграть. Стадион в мою честь не назовут. Так давай я хотя бы прокачаю что-то в голове. И вот на днях я дочитываю свою 1075 книгу. Написал пользователь Ибрагим Магомедов. Макошарип очень интересно пишет о том, что если вы встретите спортсмена и обнаружите, что у него плохо поставлена речь, и он не может ответить на элементарные вопросы из школьной программы, не надо его оправдывать. Но он же занят, он в зале, у него времени нет книги читать. Ему еще столько раз отжаться нужно, чтобы чемпионом стать. Это все враги. Если ты голодный, ты же найдешь время, чтобы поесть. Тоже и саморазвитием. Ну значит, не хочет человек. С точки зрения юзера Гамида Идрисова. А еще он один из первых, кто стал внедрять йогу в тренировки наших спортсменов. До этого в Дагестане на эту тему смотрели так. Займешься йогой, станешь буддистом. Все эти ом, весь этот дзен, это все отпугивало. Примешь позу из йоги, косо смотрели. У нас не понимали, что йога это отличный комплекс упражнений. Философию он при этом отложил в сторонку. Оставил только асана и дыхание. И потихоньку спортсмены увлеклись йогой. Мнение изменилось. Но вот практиковать цигун на пляже он по-прежнему не рекомендует. Через пять минут окажешься во всех дурацких пабликах. Своим мнением по этому поводу поделился и Альбек Гасанов. Он и сейчас помогает спортсменам готовиться к соревнованиям. Есть опыт в составлении тренировочных программ. Неплохая борцовская база, но не на регулярной основе. Хоть спрос и есть. Спорт очень обособленный мир, а у него сейчас иные приоритеты. А вот стать литературным консультантом для спортсменов – это очень интересная идея. К примеру, звонит ему спортсмен и говорит «Макашарип, у меня очень важный бой намечается. Посоветуйте книгу, которая меня зарядит». Или что-то в этом роде. Тут есть над чем подумать. По мнению завсегдатой социальных сетей Руслана Батырова, Макашарип дал интервью и рассказал о своем проекте «Хьюман». Суть этого проекта – я сам. То, как я живу, развитие человека, гармония, тело, дух, интеллект. Даже если взять просто тело, нельзя останавливаться на увеличении одной лишь физической силы и проигнорировать координацию, забить на пластичность и даже не вспоминать о выносливости. Я подхожу обширно к этому вопросу. Хочу преподнести этот проект как свою философию, как некий путь, ведь у Брюса Ли была собственная философия. Он не тупо выполнял какие-то упражнения. В идеале было бы хорошо подать эти мысли в виде книги. Сейчас осваиваю литературное мастерство. Пользователь Ильяс Халиков продолжил цитату Макошарипа Ибрагимова. «Читаю кое-какие лекции и стараюсь каждый день писать по небольшому рассказу. Пока их единственный читатель я сам. Чувствую, пока еще слишком сыро, чтобы давать их еще кому-то. С удовольствием бы все это сжег. Но скоро я соберусь с мыслями и выдам хороший текст, который уже можно будет пустить в народ. Критики готов, даже если скажут, что чан-да. Я соглашусь. Хорошо, чан-да, но почему обосной, буду рад. Не обоснует, пропущу такую критику мимо ушей». Ну а на этом, пожалуй, все. Это был третий выпуск проекта «Глобальная сеть» и вел его я, Димбагант Магомедов. Спасибо всем, кто смотрел на сфере телеканала РГВК и на нашем YouTube-канале. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин